Рыбная отрасль 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 Наши институты рыбохозяйственные, конечно же, живут, можно сказать, с точки зрения других научно-исследовательских институтов, в других отраслях живут очень хорошо, там действительно достойные уже, мне кажется, зарплаты, очень интересная работа. Конечно, нет предела совершенства, но я вижу, что потенциал огромный, и вот именно то внимание, которое уделяем и мы, и правительство, именно развитию рыбохозяйственной науки, это очень важно. В прошлом году мы выделили дополнительные еще научные исследования порядка 1 миллиарда 300 миллионов. Но вот знаете также, что наука, она, конечно же, не должна стоять на месте с точки зрения ее развития и реформирования, потому что если не производить постоянные обновления, это, наверное, уже из области таких общих подходов к реформированию, если не проводить постоянные какие-то обновления, раз в какой-то период времени, все зависит, конечно же, от сектора, в котором вы занимаетесь, но все равно необходимо вливать новую кровь, необходимо все равно заставлять этот механизм по-новому двигаться, по-новому шевелиться. Поэтому, ну, во-первых, в прошлом году было принято решение о том, что необходимо, во-первых, отраслевую науку сохранить, вы знаете, чтобы были разные подходы и были предложения о том, чтобы ее приватизировать и отдать ее, так скажем, на откуп коммерческим проектам, и чтобы государство заказывало у науки те исследования, которые необходимы. Слава Богу, это решение, которое действительно, наверное, могло бы привести к тому, что наука бы перестала бы существовать в том виде, в котором она необходима для Российской Федерации, удалось сохранить. Но при этом понятно, что сейчас научные наши учреждения стали бюджетными, они работают в новых условиях, но при этом надо сказать, что само реформирование науки тоже должно происходить. Во-первых, конечно же, должна вливаться новая кровь, должны приходить такие молодые специалисты, как вы, для того, чтобы, так скажем, этот закостенелый коллектив, который уже годами там сложился, его все равно надо как-то расталкивать. Вы приходите всегда, приходите с новыми идеями, с новыми предложениями, они вынуждены как-то на вас реагировать, так же, как и на меня, я могу вам честно сказать. Когда я пришел, первый раз собрал директоров институтов наших научно-исследовательских, они так на меня посмотрели, говорят, ну что ты нам будешь тут рассказывать? Мы уже здесь годами, там уже двадцатилетиями, тридцатилетиями в науке, что ты нам сейчас будешь рассказывать здесь о возможности. Но все равно, когда мы начинаем задавать неудобные вопросы, мы начинаем как-то спрашивать каких-то вопросов, то сразу же и наука начинает немного реформироваться, она, как живой организм, начинает все-таки реагировать на те импульсы, которые приходят из внешней среды. Поэтому вот я хочу вам сказать, что в прошлом году мы такое реформирование наших научно-исследовательских институтов провели, помимо того, что они стали бюджетными, мы сделали, или точнее сделали первый шаг, наверное, для того, чтобы сделать ВНИРО главным институтом для всей рыбохозяйственной науки, чтобы там аккумулировались все знания, которые собираются бассейновыми институтами, чтобы на базе ВНИРО у нас был единый головной центр, который бы, во-первых, отвечал за все проблемы и вопросы, но, во-вторых, чтобы он координировал деятельность всех институтов, потому что зачастую, конечно же, там были пересекающиеся направления научных исследований, что, на самом деле, наверное, иногда и неплохо, но главное, чтобы они были скоординированы. Да, могут разные научные группы работать по одному и тому же направлению, но главное, чтобы результаты, наверное, их работы, поскольку это все-таки федеральные деньги, это государственные деньги, и расходовались эффективно, чтобы они все-таки обменивались этими результатами, они работали только на себя, на свою кандидатскую или докторскую работу, чтобы действительно это еще давало эффект и для государства. И в прошлом году мы создали также совет директоров институтов, я его возглавил, на котором мы рассматриваем основные и основополагающие решения для науки в том числе, но и то, что предлагает наука для развития рыбохозяйственного комплекса. В этом году мы тоже начали уже небольшое реформирование с точки зрения рыбводов. Рыбводы тоже важнейшая составляющая, конечно же, в нашей рыбохозяйственной науке и вообще в рыбохозяйственной отрасли. И мы считаем, что то, как раньше была устроена эта система рыбводов, когда, по большому счету, она была и разрознена, никто ее не контролировал, никто не обращал на нее внимания. То есть каждый рыбвод, я вам могу сказать, он как свое какое-то самостоятельное направление жил. Зачастую они даже, когда мы у них стали спрашивать, товарищи рыбводы, вы нам хоть расскажите, а вы кто? То есть был такой шок, они привыкли уже жить самостоятельно, то есть для них настолько уже непонятно, что с них что-то спрашивают. Они сказали, вы нам план, мы план выполняем, вот больше нас ничего не спрашивайте. Зачем вы нас спрашиваете еще за какие-то другие направления? А план, я вам могу сказать, составляет небольшую долю. Все остальное это компенсационные какие-то мероприятия, где они сами занимаются. Это какие-то мероприятия, связанные с мониторингом, это мероприятия, связанные с согласованием, которые никем не регламентированы были и, по большому счету, за ними никто не следил. Конечно же, такая ситуация не может нас устраивать и мы в этом году начнем, уже начали преобразование, как я сказал, но в целом наша задача, мы хотим, чтобы сделать такую выстроенную вертикаль, с тем, чтобы создать единый такой главрыввод, который бы действительно контролировал деятельность. И за счет этого в том числе тоже не было бы перекрестного, в том числе и воспроизводства. И не было бы воспроизводства тех объектов, что самое важное, которые не согласованы с наукой. Самая большая беда была в том, что, ну вот я вам даже могу сказать, что с наукой не согласовывались те объекты, которые выпускались в реки и озера. То есть, по сути, мы неэффективно тратили бюджетные средства, потому что весь этот малек, он погибал где-то или его возврат оказывался очень низким. Поэтому это очень важное тоже направление, и мы этим будем заниматься. И, во-первых, это что нам еще дополнительно даст? Конечно же, это даст нам еще возможности по сокращению затрат непрофильных. То есть, мы уберем непрофильные затраты, мы уберем огромные организационные, направленные именно на организационные мероприятия человеческие ресурсы, которые действительно высвободятся. Одних менеджеров, бухгалтеров и прочих технического персонала достаточно много в этих рыбводах. И мы тогда сможем дополнительные средства, которые выделяем, направить рыбводам именно на их непосредственную деятельность, на те функции, которые они должны выполнять. Но с точки зрения науки, вот это увеличение финансирования, которое мы в прошлом году предусмотрели, конечно же, очень важно и интересно то, что мы начинаем открывать и новые районы. Мы впервые в этом году, Тинро-центр будет проводить исследования, масштабные исследования в море Лаптио. Мы очень активно присматриваемся к возможностям Арктики. Для нас, конечно же, Арктический регион в целом, для Российской Федерации, вы знаете, он очень стратегический. Но и мы, как рыбохозяйственная отрасль, рыбохозяйственная наука, должны быть готовыми к тем изменениям, которые уже предполагаются. Я был недавно в Гренландии на конференции министров стран Северной Атлантики. Но предполагается, что к 50-му году большая часть Арктики будет освобождена от льдов. У меня, к сожалению, нет картинок, но там очень все это так наглядно нарисовано, что действительно мы увидим достаточно большое, уже сейчас наука видит распространение водных биологических ресурсов. То есть, если раньше в Баренцевом море скопления были очень плотные, то сейчас они рассеиваются. Они рассеиваются, конечно же, с открытием новых водных акваторий от льдов. Эти рассеивания, в том числе, по мнению западной науки, они будут только увеличиваться. Поэтому, конечно же, и здесь очень важное будет направление с точки зрения... И, наверное, и нам придется к этому прийти, чтобы науке еще отдать направление такое, как промразведку. Потому что без этого, конечно же, с таким рассредоточением запасов будет очень сложно нашим рыбакам эффективно осуществлять свою деятельность. Очень важное, на самом деле, и, наверное, самое определяющее направление науки. И почему она действительно является прикладной, это определение возможного вылова или определение ОДУ, общедопустимого улова. Это действительно такое важнейшее направление, к которому мы тоже обратили особое внимание, начиная с прошлого года, потому что ОДУ, как элемент управления рыбохозяйственной отраслью, может использоваться различными способами и в различных направлениях. И здесь, конечно же, научная составляющая именно определения ОДУ, она играет и оказывает огромное влияние и в целом на комплекс, но и оказывает влияние, в том числе, конечно же, на те компании, которые ведут промысел непосредственно и в дальневосточном бассейне, и в северном, ну и в других. Ну, наверное, основной все-таки дальневосточный и северный, где у нас основные запасы ОДУ. Конечно же, здесь очень важно сделать так, чтобы, с одной стороны, это определение ОДУ было прозрачным, с другой стороны, чтобы никто не мог оказывать влияние на это распределение. Потому что понятно, что рыбопромышленные компании хотят вылавливать как можно больше. Наша задача все-таки это сделать рациональным использование запасов. Я вам могу сказать, что рыбопромышленники, они хоть и всегда заявляют нам о том, что мы же сами заинтересованы в сохранении. Да, но не всегда. Всегда появляются какие-то нюансы, что есть один, который не всегда заинтересован, потом появляется где-то и другой, который не заинтересован. А с учетом еще того, что мы сейчас, вы знаете, наверное, идет достаточно серьезный разговор о модернизации исторического принципа, то, конечно же, у них, так скажем, пока есть общее недопонимание, хотя мы им говорим, что исторический принцип, и это наша позиция, никто трогать не собирается. Но, конечно же, у них есть недопонимание, и они живут только 2019 годом. И, конечно же, определение ОДУ, оно в этом плане очень важно. И, конечно, нам нужны специалисты по разным водно-биологическим ресурсам, причем специалистов нам хотелось бы, чтобы было действительно много. Потому что, когда мы столкнулись с вопросом именно реформирования системы определения ОДУ, мы сейчас создали специальные смешанные комиссии, чтобы не было возможности влияния одного человека при определении ОДУ, мы столкнулись с тем, что специалистов, например, это один-два человека, если брать специалистов по треске, тоже один-два человека. Ну, то есть таких специалистов, на которых действительно можно было бы положиться. Поэтому я имею в виду в каждом отраслевом институте. Поэтому, конечно, мы вынуждены были сделать межинститутские рабочие группы. То есть теперь у нас одни отвечают за сбор материала, и эта информация является закрытой, она является под грифом для служебного пользования до тех пор, пока уже не будет определенного. Потом, конечно же, понятно, что ученые должны использовать тот материал, который они набрали, потом она, конечно же, открывается, но вот именно до этого момента она должна быть именно ограниченного пользования. Затем в другую группу передается собранный материал, и он анализируется по моделям. Это вы знаете лучше меня, здесь я, конечно, не специалист в области моделей, но по моделям что-то вы там насчитываете, высчитываете. А в дальнейшем, значит, передается уже в НИРО, где уже садятся специалисты и эксперты более высокого уровня, а потом выносится это уже на решение совета директоров, я считаю, институт. Поэтому я считаю, что вот такая, конечно же, модель, она позволит нам сделать влияние, возможность оказывать влияние для, так скажем, ну, давайте откровенно скажем, для разных лоббистских групп. Не обязательно, может быть, они и нечестные, может быть, кто-то там и действительно думает, что можно делать по-другому. Ну, она снизит возможность влияния на определение ОДУ, а это очень важно, потому что ОДУ для рыбохозяйственной отрасли, еще раз могу сказать, именно это, ну, наверное, основополагающая такая цифра, то есть она определяющая на год те целевые показатели, которые в отрасли так или иначе могут быть достигнуты с учетом там эффективности лова, но и других факторов. Поэтому это очень важное такое направление, мы его таким образом скорректировали, и я думаю, что уже и в этом году мы его опробировали, оно будет достаточно успешно применяться и в будущем. Честно говоря, мы эту систему подсмотрели, мы ее не сами придумали, у меня давно такая идея была сделать это с зерновым балансом, потому что, вот я вам, например, в Соединенных Штатах Америки, я просто так, наверное, отвлекусь, если еще не замучила вас своим долгим разговором, монологом, потому что зерновой баланс в США, он имеет просто регулирующие воздействия на все международные рынки, то есть цена на зерно либо упадет, либо вырастет, то есть там такие колебания, что просто, ну, люди, которые играют на этом рынке, потому что есть там и покупатели, и продавцы, есть кто играет, ну, они, конечно же, бы отдали бы очень много денег для того, чтобы знать, с какими результатами выйдет, значит, Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов. Так вот, у них одни сборщики собирают данные, ходят, проверяют, значит, как там поднялась пшеница, значит, какие там вторые, их закрывают в комнату, практически как Папу Римского выбирают, закрывают в комнату, значит, 30 человек, они эти данные обрабатывают, и все это идет под грифом строжайшей секретности. Поэтому мне кажется, что здесь мы тоже правильно, что пошли вот по такому пути, чтобы действительно никто не смог оказывать влияние. Ну, и второе важное направление, которое мы начали делать, конечно же, необходимо создавать программы долгосрочного управления промыслом, потому что вот такие долгосрочные программы, они, во-первых, дают стабильность и определенность для рыбопромышленников и в целом для отрасли, но, во-вторых, они также помогают действительно управлять промыслом, в том числе и для менеджеров. Ну, и заканчивая, наверное, чтобы уже не мучить вас своим выступлением, заканчивая, хочу сказать просто, что есть один еще у нас основной приоритет, наверное, сейчас один из основных, но такой очень важный, это, конечно же, развитие аквакультуры в Российской Федерации, я уже немного сказал. Мы в этом году добавили дополнительный денег для научно-исследовательских институтов, именно для работ, для научно-исследовательских работ. Мы их определили, сделали программу на три года. Я хотел, чтобы вы тоже туда подключились, сделали программу на три года для научно-исследовательских исследований в области рыбовоз, в области аквакультуры. Я могу вам сказать, что такого в институтах оно было, конечно, Но, наверное, не с таким финансированием и не на таком уровне. Я думаю, что, в принципе, вот можно было бы Михаил Константинович нам подумать, с учетом того, что те материалы, к сожалению, пока которые мы собираем от институтов, достаточно слабые, честно, надо признать. И вот специалисты, которые у нас этим занимаются, говорят, что эти материалы еще придется дорабатывать. Я предлагаю, давайте рассмотрим, и, может быть, мы, поскольку такая школа существует, поскольку действительно есть у нас молодые ученые, и глаза горят, давайте подумаем и сделаем в следующем году, выделим из этих средств какие-то гранты для институтов, для того, чтобы это были разработки именно молодых ученых. Я думаю, что это может и подстегнуть и интерес к этому направлению. А для нас я еще раз могу сказать, что это направление является авторитетом. Спасибо. Я готов ответить на ваш вопрос. Первый вопрос. Вот наш президент, наше правительство, и вы сегодня сказали, что Арктика – это регион наших государственных интересов, и надо его изучать. То есть, фактически ситуация получается такая, что когда Пенров был в ФГУП, я проводил съемки, не поднялся каждого года. С 2015 года финансирования на проведение таких съемок выделено, в общем-то, не было. То есть, нет ли вот тут какого-то противоречия между нашими намерениями и нашим строительством? Ну, на самом деле, я могу вам сказать, что, конечно же, средств на то, чтобы сделать съемки по всему бассейну, конечно же, и по всем водно-биологическим объектам, их все равно недостаточно. У нас все равно есть дефицит бюджетных средств. Поэтому в этом году, если говорить про Пенро, сосредоточились на одних съемках, которые в том числе необходимо делать в рамках нашей российско-норвежской смешанной комиссии по рыбохозяйственному комплексу. Потому что, если их не сделать, то нам будет сложно основной наш защитить ресурс в рамках работы этой комиссии. Это, конечно же, в Баренцевом море, потому что для нас это определяющий ресурс для рыбохозяйственной отрасли. И мы должны с неопределенной периодичностью делать эти съемки, потому что мы хотим в том числе и убедить норвежцев в этом году начать эту работу, убедить их изменить правила управления промыслом для отраски и других, моего и пикши. Поэтому мы в этом году сосредоточились на этом направлении. А в следующем году мы обязательно поменяем направление. То есть нельзя каждый год делать одни и те же съемки. То есть будем менять их. Второй вопрос по поводу научно-исследовательских судов. Я думаю, вы тоже прекрасно знаете, что суда у нас старые, несравнимые с судами других государств. Ну и в частности в Пенро в течение ближайших 2-3 лет два наших парохода в принципе должны выйти из эксплуатации. Работать будет практически не на чем. То есть есть ли какая-то программа по постройке новых судов для наших рыбохозяйственных институтов? Ну это действительно большая проблема. И я могу сказать, что с точки зрения государственного заказа и с точки зрения федеральных источников, о которых мы могли бы сейчас говорить или рассчитывать для того, чтобы построить новые суда, они действительно у нас все, мы знаем, находятся в печальном состоянии. К сожалению, пока вот такой программы, точнее программа-то есть, финансирования под нее нет. И это одна из таких задач, которую необходимо будет решать. При этом просто мне кажется, что сейчас надо подготовиться к решению этого вопроса. Но, конечно, финансирование мы понимаем, что ближайшие 2 года мы на эту программу не получим. Это однозначно. Хотя в этом году мы заложили в рамках государственной программы, хотя бы, значит, в этом году мы начнем ремонтировать одно судно крупное. Это в Атлантнеру. Значит, посмотрим, как будет идти процесс. Ну и плюс у нас заложена модернизация и реконструкция судов. Но это именно для внутренних территориальных вод, то есть это для пресноводных бассейнов, поскольку там все-таки меньше затраты капитальные, которые необходимы. Но эту задачу, которую еще предстоит решать, это большая проблема. Спасибо. И последний вопрос по поводу практики проведения исследований. Сейчас у нас как бы искусственно предприятия работы по госмониторингу в российской зоне экономической и за пределами экономической зоны России. Не знаю, как на других бассейнах, но, например, в Баренцевомое это приведет к тому, что мы единый запас трески, который у нас обитает на всей акватории Баренцевого мое. Мы его должны будем искусственно делить на две части, которые обитают, например, в нашей зоне и в норвежской зоне. И как бы делать, по сути дела, двойную работу. То есть писать два отчета, в котором мы должны будем описывать состояние этих двух зонок. Вы считаете, что это нормально и вообще следует ли ждать или, наоборот, сделать предложение по изменению такой отчетности, по изменению таких госработ, госуслуг? Ну, честно сказать, такой немного частный вопрос. Я не могу тут отметить и сказать вам, насколько эта практика хорошая или плохая. Это, мне кажется, все-таки должны научные институты сами определиться. И я думаю, что, Михаил Петрович, если есть вопрос... Я думаю, что это приказе 909, по-моему, по работам и услугам. Он там путанный, я вам докладывал по этому поводу. Мы его будем менять, потому что, конечно, надо делать и то, и другое. Это же единственный запас, нельзя делать два отчета. Надо делать... Можно сделать два отчета, но потом сделать интегральный отчет по всему. Это же очевидно. Давайте, на самом деле, посмотрим, если там есть какие-то проблемы или замечания, давайте вынесем на совет директоров и просто, Михаил Константинович, посмотрим, и, значит, примем решение об изменении этого приказа. Хорошо. Спасибо большое. У меня такой вопрос. Есть ли возможность сделать исключительные права для судов, для научных судов при проведении научных съемок? Тут вопрос в том, что 12-минейной зоны и за 12-минейной зоной у нас... Ну, для того, чтобы проведеть их за 13-минейной зоной, нам нужно закрывать границу. И при составлении сетки станции, ну, это обширная сетка станции, которая и в 12-минейной зоне, и за ее пределами. И при закрытии границы нам нужно зайти в борт, который сможет нам закрыть эту границу. И теряется где-то, ну, я вот говорю про Охотское море, по прибрежной зоне, съемке в прибрежной зоне, теряется где-то около нити, потому что мы 3 дня идем туда, там отправляемся, и при этом запасы могут... локализация запаса может значительно измениться. И когда мы поработаем с съемку следующую, то есть два варианта развития событий. Либо мы недоучитываем, потому что рыба уже ушла за эту неделю, либо мы переучитываем ее, потому что та рыба, которая была, к примеру, в 12-минейной зоне, она ушла за пределы 12-минейной зоны, она ушла за пределы 12-минейной зоны, и мы ее опять учили. Вот есть ли возможность для научных судов организовать какие-то исключительные права пересечения, многократное пересечение 12-минейной зоны? Ну, как для судов рыболовных, рыбопромысловых, то же самое. Это не исключительно, это надо просто распространить практику на... Нет, ну на самом деле мы для рыбопромысловых судов этот вопрос решили. Значит, для меня, честно говоря, большое удивление то, что вы говорите, и я, насколько мне докладывали, что это решен вопрос для научных судов. Если этот вопрос для научных судов не решен, то тогда надо нам просто с пограничной службой, конечно же, к такому решению прийти. Значит, у нас есть сейчас временный порядок пересечения, который мы с ними сделали, то есть там закон изменений внесли, но там требуется еще издание ряда порядков. Сейчас посмотрим, как именно в рамках этих порядков и одного постановления правительства посмотрим, как можно будет внести изменения для того, чтобы учесть именно специфику для научных судов. С этим вопросом разберемся, я возьму его на контроль. Еще вопросы? Домгалий Васильевич, в настоящее время представляю Крымский генеральный университет. Да, у меня такой вопрос. Вы сказали о том, что будут поддержаны исследования по аквакультуре, ну, в профильных научных учреждениях. И, вероятно, к готовству необходимо подготовка кадров. Но для того, чтобы готовить кадры, нужно открывать новые специализации по аквакультуре, зачастую нет. И на открытии специализации нужно без следствия, которых у вузов тоже зачастую нет. Так вот, планирует ли Ваше обетовство каким-то образом участвовать в поддержке, в том числе финансовой, подготовке профильных специалистов университета? Кафедры по аквакультуре, на самом деле, в ряде уже вузов у нас открыты. У нас, по моей информации, значит, по-моему, только в одном или в двух вузов нету отдельной кафедры по аквакультуре. То есть вопрос кадрового обеспечения, он, конечно же, там очень важный. Поэтому вот мы в прошлом году эту задачу поставили. И во многих институтах такие кафедры уже открыты. Они уже готовили, были уже кафедры, в ряде институтов были кафедры, они уже готовили специалистов. В ряде вузов мы дополнительные усилия приложили для того, чтобы эти кафедры работали. Поэтому, если необходимо какое-то дополнительное финансирование с точки зрения каких-то организационных вопросов, то мы, конечно же, безусловно, их будем решать, потому что для нас это определяющее значение имеет. Первая, Республика Карелия обеспечила около 10% товарной рыбы. В связи с этим вопрос, возможно ли какая-то отдельная рыбохозяйственная программа для нашего региона по развитию аквакультуры. И второй вопрос, отраслевые институты достаточно слабо представлены именно в исследованиях аквакультуры. Возможно ли какое-то взаимодействие между нашим университетом и головными институтами рыбохозяйственного образа. То, что касается непосредственно региональной программы развития аквакультуры, то, конечно же, это задача региона, и это то, что должен регион, а как в Карелии действительно очень много сделали для развития аквакультуры. Считаю, что региональные власти просто должны на это больше внимания обратить, но они и вынуждены, наверное, это будут сделать, потому что с этого года мы будем осуществлять субсидирование инвестиционных проектов в области аквакультуры, мы будем заключать соглашения с регионами о поддержке, потому что Федерация будет давать часть субсидий, часть субсидий все равно будет давать региональная власть. Хоть и соотношение там небольшое, мы поставили 95% Федерации и 5% органов исполнительной власти региона, но все равно необходимые соглашения будут заключены. Поэтому в рамках программы я считаю, что если она была бы необходима региону, то им надо подумать на эту тему. Я, если буду встречаться с губернатором, мы еще раз обсудим, хотя действительно Карелия и так неплохо развивается. Знаете, у нас бывает иногда очень много программ, а при этом нет никакого развития. Бывает, что нет программ, а развитие идет опережающими темпами. А то, что касается взаимодействия, ну если такая необходимость есть, то я считаю, что, конечно же, любое взаимодействие, любое подключение, вот какое-то объединение, надо подумать с головным институтом или с институтом, который отвечает за... У нас за Карелию, у нас Госнеорх же, да, отвечает Госнеорхом. То есть здесь, конечно же, взаимодействие должно быть очень такое плотное идти. Но давайте посмотрим, как нам еще действительно, может быть, то, что мы еще не досмотрели, посмотреть, как объединить усилия с одной стороны научно-исследовательских институтов, с другой стороны наших вузов. Может быть, и какую-то, вот здесь найти механизм, который бы позволил бы делать его еще более эффективным. Ну, подумаем на эту тему. Я представляю Американский госуниверситет и научный центр Академии на Украинском капитале. У меня там два вопроса. В прошлом году, в сентябре, была встреча глав пяти государств Трекаспинского региона в основном. И одной из основных задач было по восстановлению и воспроизвесту осетровок. Есть ли какая-то программа о государственном уровне по восстановлению и воспроизвесту осетровок. Это первый вопрос. И второй вопрос. Охрана биоресурсов. Охраняют пограничники, охраняют морская инфекция, охраняют те управления. Делали сосредоточку, да, в одном управлении или в одних руках. Спасибо. Принято в рамках госпрограммы отдельная подпрограмма как раз развития и сохранения осетровых. Там предусмотрен целый набор мероприятий как от совместных мероприятий по охране, так и, конечно же, выделены отдельные деньги на воспроизводство, выделены отдельные деньги именно на поддержку развития аквакультуры, именно осетроводства. При этом, то, что мы считаем, наверное, сейчас основная задача с точки зрения развития, во-первых, и осетроводства в целом, ну и поддержания, конечно, запасов, нам очень сложно, и вы действительно сказали, как много служеб занимается, все равно проблем остается много. Ну, проблем остается много, понятно почему, потому что, во-первых, ну, само взаимодействие, может быть, координация действий не на самом высоком уровне, ну, а во-вторых, мы понимаем, что вот эти промышленные банды, которые там орудуют, ну, зачастую они, как бы, там где-то были связаны, повязаны, и этот вопрос, который надо решать, но все равно, вот даже с учетом тех сил, которые есть у нас, у пограничников, мы все равно не сможем покрыть всю акваторию. Я уже, там, как-то раз приводил пример, мы в прошлом году договорились здесь, в Москве, на федеральном уровне договорились провести план мероприятий, оно еще совместно с ФСБ, МВД, значит, никого не ставить в известность, подготовить такой план и по Волге, на Волге, значит, провести в период нереста такие мероприятия рыбоохранные. Вот я могу сказать, за день, за день, буквально только вертолеты, МВД присылало откуда-то, там, значит, пограничники откуда-то присылали свою технику, значит, у нас никто не знал именно на местах теруправления, но за день мы просто сказали, нужно будет топливо, то есть где-то надо было соскладировать топливо, за день узнали, значит, и уже разнеслась информация моментально, но результаты были не те, которые мы ожидали, поэтому технически обеспечены браконьеры, конечно же, ну, серьезнее, чем наша рыбоохрана, это факт, и несмотря на те средства, которые мы сейчас вкладываем, это все равно остается, поэтому очень важно бороться, на самом деле, с реализацией, с реализацией вот этой продукции, поэтому мы сейчас, это совместно, кстати, и с институтами делаем, и с рыбводами, потому что программа, она очень комплексная, Михаил Константинович принимает активное участие, это все-таки сделать прослеживаемость этой продукции. Легальная продукция, которой осетроводство, аквакультура должна быть четко прослеживаема, при этом она не должна, конечно же, нести никаких дополнительных больших расходов для предприятия аквакультуры, но они и сами в этом заинтересованы. Потому что мы тогда сможем выбить браконьерскую эту продукцию, ну, или как минимум в разы сократить ее присутствие, выбить ее с рынка. Тогда, конечно же, аквакультурная продукция получит больше возможностей для распространения. Но мы не сидим сложа руки, пока идет процесс, так скажем, законодательной подготовки, мы не сидим сложа руки. Очень много мероприятий проводится, в том числе и в Москве, проводится совместно с МВД по пресечению незаконного оборота этой продукции. Вот я вам могу сказать, что уже по многим московским рынкам, может быть, просто не так это было раскручено и отпиарено, но по многим московским рынкам прошли мероприятия, на которых изымались огромные, огромное количество рыбной продукции, нелегальной браконьерской, вот там на одном рынке только тонну икры черной изъяли, то есть достаточно значительный урон, который мы наносили. Поэтому вот важно сосредоточиться на этом направлении. Ну, а второе, вот, кстати, если мы уж коснулись осетроводства, я не знаю, есть кто-то у нас с Хабаровского края или с Дальневосточного региона, ну, вот, периодически возникают такие предложения, и, может быть, вот, тоже, как вам, для обсуждения, не знаю, на круглых столах есть предложение открыть добычу осетра, значит, в реке Амур для промышленного вылова. Основной, значит, посыл ставится на то, что, открывая такой промышленный лов, мы тем самым, наоборот, уберем браконьеров, а придут легальные промышленники, которые, значит, будут защищать эти участки от браконьеров. Ну, это вот, так скажем, на обсуждение сам подход, а во-вторых, все-таки, что вы видите, мне было бы интересно с точки сохранения осетровых, какие видите подходы, потому что программа-то научная мы пишем, да, Михаил Константинович? Пишем? Да пишем, пишем. Хорошо, вот видите, пишем, пишем. Нам еще с китайцами надо разобраться на амуре, у нас совместный запас. С китайцами мы разбираемся, вот, значит, и поэтому здесь, ну, вопросы, конечно же, по ситроводству там очень много, по сохранению они остаются, но вот река Амур тоже такая интересная, интересное такое предложение, честно говоря, мы против, но пока вопросы такие задают. Ну, ладно, будем бороться. Еще вопросы? Барановский Павел, КГТУ. У меня вопрос снова по поводу флота, но уже по поводу флота не научно-исследовательского, а по поводу рыбопромыслового флота. Ну, давайте будем реалистами и признаем, что самостоятельно рыбодобывающие организации не смогут профинансировать строительство даже одного судна. Вот, существуют ли какие-то программы господдержки по строительству или какие-то, ну, создания высокорепараций, по примеру, как это создается в виде газового отрасли, для поднятия именно рыбопромыслового флота. Потому что если такая ситуация сохранится, как сейчас, просто наши исследования все станут бесполезными, потому что мы не сможем выловить те ресурсы, запасы которых мы оценили. Спасибо. Действительно, флот у нас старый, но вот я единственное, что здесь, наверное, с вами в какой-то части не соглашусь, потому что, ну, давайте тоже будем реалистами, в каких бассейнах, большие и крупные компании зарабатывают столько средств и вкладывают, кстати, есть компании, которые вкладывают средства в модернизацию судов и в постройку новых. Да, их не так много. Просто менталитет поменять им, потому что немного по-другому как бы они заточены и по-другому заинтересованы. Опять же, возвращаясь к историческому принципу, им бы побыстрее использовать вот то, что есть. До последнего его убивают, то есть пока он там либо не тонет, либо, значит, там уже совсем его не выпускает регистр. До последнего используют, и только потом начинают задумываться. Пытаются ресурс просто, вот, знаете, не думать на будущее, на перспективу, а пытаются ресурс просто использовать наиболее таким способом, знаете, ну, даже не знаю, какое слово подобрать, хищническим, наверное, варварским, то есть вот есть ресурс, вот надо его добыть, максимально не вкладывая ни копейки, вот заработать себе, забить, значит, трюма и в прямом, и в переносном смысле, я имею в виду про трюма. Значит, и дальше вкладываться не надо. Да, конечно же, поддержка им нужна, безусловно. Им нужна поддержка именно для того, чтобы они смогли модернизировать флот, опять же, на отечественных судоверфях. Ну, это просто как сообщающиеся сосуды. То есть, если мы им даем возможность опять уйти и строить флот или модернизировать с государственной поддержкой за рубежом, ну, тогда логики нету никаких действий у государства. Они должны это делать здесь. Зачем же мы будем поддерживать западные судоверфи? Программы есть, значит, у Минпромторга есть программа по субсидированию как раз строительства и модернизации рыбопромысловых судов в том числе. Но, безусловно, есть другие стимулы, которые помогут, я думаю, нам в ближайшее время создать условия, при которых рыбаки задумаются о том, что им необходимо модернизировать. Они все равно извлекают из этой деятельности определенную рентабельность. И экономическая эффективность, конечно, на везде разная, на разных объектах, но все равно они ее извлекают. Поэтому я думаю, что перспективы именно модернизации промыслового флота достаточно высокие. Не вижу здесь, что мы столкнемся с большими проблемами. А то, что они тянут до последнего, ну, это понятный факт, как бы я о нем уже сказал, и будут тянуть до последнего. Потому что, понятно, вложение таких средств дополнительных, оно, конечно же, срок окупаемости у судна от разного бассейна разный. Но, наверное, вот в Атлантике он, наверное, пониже. Хотя надо смотреть. Если говорить о Дальнем Востоке и работать на Ментай, ну, там, срок окупаемости у этого судна очень хороший, там, порядка, ну, до 8 лет. То есть, ну, окупаемость для нового судна до 8 лет, когда у него срок эксплуатации, там, 25-30. Мне кажется, это вполне приемлемые сроки. Один вопрос, касаемый импортозамещения по поставке импортному оборудованию именно конкретно по японским контрактам. Дело в том, что прекрасно знаем, что, возможно, это будет последний год, что у нас будет поставляться именно конкретно японское оборудование, комплектующие. Как вы вообще, ну, будет решаться этот вопрос, это явление временное или это будет уже постоянно? Дело в том, что на Камчатке все заводы, построенные с японскими коллегами, у нас комплектующие оборудование, все японское. Как мы будем решать этот вопрос в дальнейшем, если будем со временем приходить на что-то российское, более дешевое? И второй вопрос, касаемый, вот, вы в своем докладе упоминали то, что многие рыбоводные заводы выращивали много лет, допустим, создавали свои стада рыбу без обоснования научного. Вот. Касается ли это Камчатки и что вообще это будет, как это будет выглядеть? Просто прошел такой разговор, что некоторые заводы хотят перевести на выращивание, как бы сказать, народной рыбы, киты и горбуши. Но, сами понимаете, что один вид заменить другими нельзя, это будет очень длинный процесс в технологии выращивания и всего-всего-всего, чтобы даже создать свое стадо. Это очень много будет занимать времени и сил. Спасибо. То, что касается японского оборудования. Ну, давайте сразу же так скажем. Ну, то, что японцы там это оборудование нам компенсировали в счет платы за использование нашего же ресурса, конечно же, это не могло быть постоянным, на это не надо рассчитывать. Было постоянным. И то, что они делают, поставляют ряд оборудований, но хорошо. И частично еще эта программа, она и продолжается, и будет продолжаться. Просто, ну, на это ориентироваться тоже, я считаю, неправильно. Мы должны как-то думать о том, о собственном развитии, о собственном потенциале, о собственных силах. Зачем мы будем, значит, только на японцев в этом плане рассчитывать? Если нам надо будет, мы у японцев закупим оборудование, если не будет российских аналогов, значит, такого оборудования, и будем этим заниматься. Ну, вот так, чтобы из-за того, что они пользуют наш ресурс, а мы, там, скажем, используем их подачки, ну, это не совсем правильно. То, что касается этого года, мы в прошлом году начали уже ревизию всех этих японских компенсационных мероприятий, ну, я имею в виду поставокомплектующих. Честно говоря, то, что там поставлялось, и поставляем яйца, еще и в этом году нам не все удалось, конечно, закрыть. Там, ну, зачастую оборудование закупалось совершенно ненужное, годами не монтировалось, стояло, лежало на складах. Вот у нас во Внипорхе, что далеко ходить, вот я вчера там был в Дмитриеве, японское оборудование, значит, линия по производству комбикорма, значит, она 5 лет пролежала, значит, законсервирована, ее даже никто не разбирал. То есть, по сути, оборудование это, ну, где-то эффективно использовалось, но где-то оно и вообще не использовалось. Но плюс я уже не буду говорить о ценах. Если вот мы в прошлом году просто ревизию цен провели по этому японскому оборудованию, по которому они поставляются, ну, там действительно заявки от институтов и от работов пришли, что там экскаватор какой-то, значит, ну, там, еще надо разбираться, зачем экскаватор, ну, ладно, бог с ним. Модели устаревшие, естественно, стоят практически как новая, значит, не то, что как новая, а как новая, еще умноженная на два. То есть, проблем с этим японским оборудованием достаточно много. В этом году мы эту программу доведем, я думаю, уже там до какого-то все-таки совершенства, чтобы действительно это была необходимая техника, чтобы она использовалась и для того, чтобы цены были вменяемы. Сейчас посмотрим, как пройдет закупка этого года уже, которая сейчас идет. Ну, и в следующем году еще раз соберемся и отдельно посмотрим. В прошлом году мы эту комиссию, наверное, раз пять проводили для того, чтобы вот хоть какие-то проблемы убрать. Но еще раз хочу сказать, нельзя рассчитывать на японцев с точки зрения поставок, потому что они сами там сидят японские компании, которые потом занижают эту продукцию, ну, это вам для понимания просто. Точнее, завышают цену, а для нас занижается компенсация. То, что касается рыбводов, значит, и переводов на выращивание, значит, на Камчатке на киту и горбуши, то это абсолютно не соответствует действительности, значит, объясню почему. Потому что мы считаем, значит, и наша позиция, что киту и горбуши, а рыборазводные заводы могут строить, достаточно активно этим занимаются и неплохо получается. И вот на Камчатке должна быть тоже такая же ситуация. Кита и горбуши – это основной, наверное, водный объект, который мы считаем, что должны заниматься коммерческие организации. Да, у рыбводов может остаться какой-то объем, но в целом в исполнении этих запасов может достаточно хорошо идти в рамках пастбищной акукультуры. Вот эти пять заводов в Камчат-рыбводе можно было бы, мне кажется, ориентировать на какие-то другие виды рыб, ну, как минимум оставить их специализацию, которая есть сейчас. Еще вопросы? Ну что? День, Корнилова Анна, дать, жил взяток и Валерий Руссов. Может быть, я как-то неправильно вас поняла, но вы сказали, что хотите сделать, вы знаете, что мы уже не смогли выловить ни одной сранки калуги для воспроизводства. Попросили у нас, в Сен-Росов, администрационные санкологии предоставить, чтобы вас произвести и произвести выпуск калуги. Вы не боитесь, что, вот, по вашим представлениям, организуете промышленный вылов, браконьерство снизится не факт, что оно снизится, да? И, возможно, что выловят неполовозревую рыбу, возможно, что вообще этим действием не собрется огромное существование популяции. Спасибо. Так что, вы видите, уже сразу же живая реакция. Во-первых, вы меня действительно неправильно услышали. Я сказал, что на нас давит, как на Росраболовство давит для того, чтобы мы открыли промышленный лов. Мы, как Росраболовство, официально заявляю, против открытия промышленного лова осетровых на реке Амур. И это наша позиция серьезная. Я просто сказал вам, что надо подумать на эту тему. Есть такие предложения и обсуждения, но мы с этим пока не согласны. Я думаю, что не согласимся. Хотя договорились Леону Николаевичу Бочарову с вашим директором, что в 2015 году мы проведем исследование осетровых руслей реки, а в 2016 году проведем на лиманах. То есть мы поймем хотя бы действительно, какой запас осетровых в реке Амур. Таких исследований достаточно долгое время уже не проводилось. Кстати, возвращаясь к рыбводу, в том числе и к Амур-рыбводу, кстати, эта проблема касается и Камчат-рыбвода, по поводу того, что они не могут ничего выловить. Вот такая схема они использовали, ну, чтобы для вашего понимания, мы в прошлом году ее тоже закрыли, они сами не осуществляли вылов. Они же как, очень хитро делали рыбводы, ну, или, я не знаю, такая практика была. Они выдавали, заключали договор с рыбопромышленной организацией за 0 рублей 0 копеек на отлов производителей для поставки им икры. То есть, понимаете, да? Выдавали билет рыбопромысловики, в том числе и по Сетровым, на Амуре. Уходили с этим билетом на отлов. Ну и, понятно, для нашей рыбоохраны показывали документ, официальное соглашение, что вот мы для рыбвода ловим за 0 рублей 0 копеек такие благотворители, меценаты. Ловим, значит, производителей для того, чтобы они смогли заложить икру. Такая проблема по многим рыбводам была, поэтому я не удивлен, что Амур-Рыбвод не смог отловить Калугу. Там все могут отловить, да, кто приезжает в Калугу, да, браконьеры, а вот Амур-Рыбвод не может. Ну, поэтому, на самом деле, мы и не продлили в этом году контракт за директором Амур-Рыбвода. Еще вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте. Катер Мария, Григорий Кургин. Скажите, пожалуйста, когда будет принять федеральный закон о любительском и спортивном рыболовстве? Спасибо. Ну, закон о любительском и спортивном рыболовстве в первом чтении в Госдуме рассмотрен. Сейчас мы активно работаем с Госдумой и с администрацией президента о том, чтобы все-таки попытаться в эту весеннюю сессию принять его во втором и третьем чтении. Там есть ряд, так скажем, еще нюансов, которые требуют разрешения. Но, наверное, самое основное – это связано с тем, что мы, по сути, определяем новую квоту добычи для любителей. То есть, поскольку мы по ценным видам рыб оставляем лицензии, то есть для ценных видов рыб мы все-таки говорим, что да, вылов свободный, но, во-первых, понятно, что в правилах будут определены участки по представлению, в том числе, регионов, но будет для ценных видов рыб собираться государственная пошлина. И при этом мы должны для этих ценных видов рыб определить объем допустимый, сколько мы выделяем для любителей. И вот этот нюанс, он остался, наверное, последним. То есть это требует новых законодательных видимых изменений. Сейчас мы анализируем эту базу, потому что это получается, что в законе о рыболовстве в самом уже появляется, возможно, новый вид квотирования. А это требует тогда немного переработать законодательную базу. Это вот, скажем так, закон очень важный, поскольку действительно тот мораторий, который был введен любителям, не дает возможности, а только сокращает их возможности по вылову, в том числе и ценных видов рыб. Но здесь он при этом очень важный с точки зрения социальной ответственности и напряженности, поэтому для нас очень важно, чтобы все нюансы были сохранены. Но единственное, базовое, от чего мы отказываемся, мы отказываемся от рыбопромысловых участков для любительского рыболовства. Любительское рыболовство будет осуществляться свободно, вне всяких участков, по ценным видам рыб, только надо будет платить государственную опушку. Еще вопрос, пожалуйста. Фёдор Лещенко, Донирова. Ну, а вопрос, по-кому вопросу, как, можете ли вы не сказать, планируется в ближайшее время развиваться культуры только рыб, в сфере рыба и меч? Еще, возможно, скилланы, 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 скилланы. Ну, действительно, планируется. У нас очень много регионов, в том числе Крым, которые очень заинтересованы. Там пока проблема, конечно же, есть с точки зрения организации участков для аквакультура, но в целом они очень заинтересованы с точки зрения выращивания моллюсков, мидий и устриц. То, что касается, например, крабов, то здесь вопрос заключается в том, что НИРО даже выпросило, можно сказать, у нас еще финансирование в рамках своих программ на осуществление мероприятий. Они там какие-то научные работы проводят, значит, по тому, как этих крабов выращивать, можно сказать, на участках, чтобы они не разбегались, да, или чтобы другие, наверное, не прибегали. Потому что заявок-то много на то, чтобы заняться якобы выращиванием крабов, но почему-то в тех, на тех акваториях, где мы и так знаем, что краб уже есть, то есть пытаются, видимо, нарастить каким-то образом объем, нам главное вот этого не допустить, чтобы не было так, что под видом аквакультуры начнется промышленное рыболовство. Поэтому вопрос важный, вопрос в повестке дня стоит. Действительно, вот с точки зрения моллюсков здесь вообще никаких сомнений нет. То есть это очень важное направление. С точки зрения крабов будем ждать результатов этих научных работ, которые в НИРО проводят, для того, чтобы, ну, уже в дальнейшем определяться. Там же еще компенсационные мероприятия могут быть с крабами, как искусственное воспроизводство. Еще вопрос, пожалуйста. Мы с вами говорим, что на МИРО проводят. Как раз по блоку консенсационных мероприятий. А вне тех, кто проводит организация работы, ну, тех годов, тех, 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 тех. Есть ли у вас такие мысли о поводу того, чтобы оставить консенсационные мероприятия именно разведки, то есть заводы? А то, чем занимаются частники, оставить им, ну, на товарные работники, как-то, чтобы не было конфликтной ситуации возникают между изводами и сайта. Ну, спасибо. Я вопрос понял. Компенсационные мероприятия очень такие тоже важные. На самом деле, ну, дополнительный инструмент для нас, для того, чтобы обеспечивать мероприятия по воспроизводству. И действительно, вот наши заводы, которые существуют, для того, чтобы еще больше их обеспечить загрузкой и работой. То, что мы делаем, и мы считаем, что основное, что нужно сделать, это, конечно же, перевести изначально из натуральной формы компенсации в денежную. Если нам это удастся, мы разошьем кучу проблем. Это действительно будет так. И тогда у нас будет возможность дополнительно из этих средств, которые будут в виде денежной компенсации, заказывать у наших рыбводов, понимая и качество материала, понимая и возможности по количеству, которые могут наши заводы производить, но, конечно, наши заводы все равно, надо понимать, не могут покрыть всех потребностей рынка. Там даже, ну, я не знаю, вот в Обской губе у нас там объемы, которые один завод не может покрыть. То есть необходимо все равно привлечение каких-то частных заводов, частных инвесторов. Я не вижу здесь в этом ничего плохого. Мне кажется, что это правильно. Но, конечно, мы должны сориентированы быть на то, чтобы наши рыбводы, прежде всего, были загружены на максимальная работа, а остальные частные на конкурсе могут участвовать там, где действительно наши рыбводы не справляются. Поэтому вот здесь основной момент перевести, если в денежную компенсацию. Потому что в натуральной компенсации сейчас, как существует вот эта система, загрузить только наши заводы, мы не имеем законодательного права. То есть мы не можем обязать компанию, которая занимается компенсацией, мы не можем ее обязать работать только с нашими рыбводами. Я знаю, что на многих территориях руководители терроруправления так на ушко шепчут, иди туда, в нашей работе у тебя проблем не будет. Но это неправильно, это не совсем законно. Хотя, наверное, там и имеет право на жизнь. Но я считаю, что вот решить надо действительно вот основной момент, связанный с переводом в денежную форму. Еще вопрос. Пожалуйста. У меня вопрос такой, буквально касается рыбоохраны. Буквально недавно у нас тогда студентка провела анализ рыбоохранной деятельности и выяснила ситуацию очень интересную. 99% протоколов касаются рыболов и вытянь. Дедушка одним колесом заехал в водохранный зуб. Протокол. Или зацепил на один ключок больше. Протокол. В то же время 90% вылова идет за счет промышленных. Мне кажется, что здесь приоритеты неправильно расставлены. Спасибо. Мне кажется, что приоритеты неправильно расставлены. И в рамках этого мы и на прошлое еще, коллеги, говорили, давайте начнем все-таки с промышленным браконьерством бороться. И часть, кстати, руководителей террауправления услышала и начали выстраивать работу именно по работе, направленной на промышленное, на борьбу с промышленным браконьерством. Ну, мне кажется, во-первых, видимо, там в Калининграде, чтобы показатели показывать, для террауправления им мало есть возможности. Потому что, понятно, показать в Дагестане борьбу с промышленным браконьерством легче. Или там на Камчатке, или на Сахалине. Это понятно, да? Поэтому они, ну, так скажем, идя в том числе и на поводу той методики, которая существует, все равно мы методику оценки должны наших руководителей террауправления проводить. Она основывается в том числе, конечно же, ну, на чем может любая методика основываться, связанная с надзорными функциями, на количестве выписанных протоколов, наложенных штрафах, возбужденных дел и все прочее. Мы сейчас, в этом году, методику пересмотрели. Я просил наше террауправление, курирующего зама, вместе с террауправлением, посмотреть именно специфику каждого региона, ну, или как минимум вот по секторальным каким-то направлениям выделить для того, чтобы вот избежать именно непосредственно вот перекоса в эту сторону, что мы погнали за количеством протоколов, но при этом действительно, как вы говорите, ловим, ну, по сути, людей, которые, да зачастую, наверное, и не нарушают, они просто, ну, и правил-то этих, и не знают, что там два крючка он не мог ловить. Это действительно зачастую так и происходит. С этим надо будет продолжать работать над этим. Это, безусловно, соблазн такой руководитель террауправлений. Для того, чтобы показать учетность, показать свою работу, он будет сохраняться. Но будем с этим постепенно, постепенно стараться их все-таки ориентировать на другие методы борьбы. Еще вопросы? Политов, институт общеделетики РАН. На моей памяти, на разных конференциях, российские фтеологи несколько раз продвигают такую инициативу по поводу естественных нерестивич, ценных видов рыб, чтобы сделать их ООПТ, чтобы охраняемые с обеими территориями. Я не знаю, в каком виде доходило ли это до пары, но есть ли сейчас такая возможность объединить свои усилия с МПР и что-то сделать? На самом деле, самый главный у нас инициатор и борец за как раз вот таких территорий, это Михаил Константинович, он вносил такие предложения, мы их рассматривали. И сейчас мы готовим нормативную правовую базу для того, чтобы как раз мы смогли бы это законодательно уже отрегулировать. Илья Васильевич, можно пару слов? Михаил Константинович знает тему лучше. Есть в законе рыболовства и рыбохозяйственные заповедные зоны. Это не особо охраняемые природные территории, там нет режима заповедника, но запрещены определенные виды деятельности. Если они там проходят, то штрафы. К сожалению, то постановление правительства, которое должно описывать деятельность в рамках подзаконный акт, оно недостаточно совершенна. И нам никак не удается сдвинуть с места. Ну, в частности, с точки зрения этого постановления, ценными видами не считаются кита и горбуша. Вот нерв какие же челыча, да, а кита и горбуша нет. Хотя, вы сами понимаете, кита и горбуша – это основные наши лососевые виды на Дальнем Востоке. А хранили, тогда можно будет охранять нервистилищ. Но надо будет и о кулуарах рассказать. Артюров Роман, Неров. Илья Васильевич, неотъемлемой частью развития культуры является форма производства. Скажите, пожалуйста, а предусматривает ли Рослоповодство какие-то шаги по развитию данного направления? Учитывая то, что недостаток кормовой рыбной муки, как минимум, для нужд аквакультуры порядка 100 тысяч тонн. И, насколько мне известно, на сегодняшний день практически не существует залогов, которые могут производить качественные корма для рыб. Спасибо. Пойдем по частям. С точки зрения науки – да. Деньги в этом году мы на новые разработки именно в области кормопроизводства выделили. На базе в Нипрхо, вот та японская линия, про которую я говорил, которую пять лет там ее не монтировали, ее в этом году смонтируют. В Дмитриеве появится такая экспериментальная кормоустановка, на которой можно будет какие-то технологии отрабатывать. С точки зрения промышленного производства комбикормов для рыбной отрасли, мы также заложили в меры государственной поддержки и в субсидирование не только строительства ферм, товарной аквакультуры, но мы также заложили туда и поддержку предприятий и субсидирование, которые будут производить рыбные корма, что это тоже очень важно. Единственное, конечно, надо сказать честно и откровенно, денег, которые там заложены, на все не хватит. Планов-то у нас громадье, и, кстати, интерес регионы стали проявлять очень значительный именно к аквакуультуре. Денег не хватит, мы сейчас просто собираем заявки, как только будет, уже поймем, что не хватает. Будем выходить в Минфин и совместными усилиями со всеми регионами будем душить для того, чтобы нам денег добавили. То, что касается непосредственно рыбной муки, как основного сырья, то здесь первое, частично мы ее, кстати, производим, мы производим, ну, потому что недостаточно, конечно, объемов, к сожалению, мы ее, как и все наши основные водные биологические ресурсы, экспортируем в странное Азиатско-Тихоокеанского региона, потом получаем неизвестно уже что. Поэтому мы вот задумались о том, пока вопрос такой для обсуждения, но что мы предполагаем, можно было бы сделать для развития именно вот этой рыбомощной промышленности, чтобы ее перерабатывали на судах, это запретить выбросы, как технологические, так и по размерному ряду. Но технологические, наиболее, конечно, важные с точки зрения производства рыбной муки. Я думаю, если мы придем к такому решению и запретим выбросы, то, конечно же, вот это основное сырье для производства, этот ресурс пойдет как раз в создание и модернизацию судов, ну и, конечно же, к развитию объемов производства рыбной муки. Я думаю, что часть из нее, она и придет, во-первых, и в Россию, а во-вторых, ну, в дальнейшем уже подумаем, как сделать так, чтобы она в России вся и оставалась по необходимости. Ну и плюс, конечно же, у нас очень большой ресурс, и предприятие, кстати, проявляет сейчас достаточно большой интерес. Есть ряд проектов, которые обсуждаются. Это, конечно же, Азово-Черноморский бассейн, значит, который действительно богат теми ресурсами, которые можно было бы пустить на производство рыбной муки. Если у нас сейчас крымские предприятия активно просто развиваются, вот я могу сказать, и объемы вылова наращивают, то я думаю, что в дальнейшем мы придем к тому, что действительно там появятся и какие-то перерабатывающие мощности. Илья Васильевич, скажите, пожалуйста, хотелось бы вернуться к согласованию агентационных мероприятий, которые происходят при взаимодействии проектных организаций, которые строят на водных объектах, ведут строительство, и рыбодов, и терроправлений. Не секрет, как мы уже сами заметили, что во многом рыбоды под диктовку терроправлений проводят такие расчеты компенсационных мероприятий и ущерба, что они во многом, во-первых, не соответствуют действительности нанесенному ущербу, во многом превышают даже смету в проектах организаций, которые будут усмотрены на эти компенсационные средства. Неправильно ли будет отдать институтам, отраслевым и академическим полностью за братьевую воду функцию по расчету авоз по данному вопросу, по строительству на водных объектах? Отвечаю сразу же на ваш вопрос. Если превышают то, что заложено, то я наоборот за. Если там больше средств мы сможем взять с тех, кто нарушает, ну и слава богу, главное, чтобы не занижали. Проблема-то в другом, что они занижают зачастую. И сейчас мы хотя бы создали с этого года базу учета всех этих проектов и согласований, главное, которые делают и институты, и рыбводы, терроправления. Во-первых, для того, чтобы отслеживать, что происходит, а во-вторых, для того, чтобы иметь в виду, какие заявки попадают, что согласовываются, а во-вторых, для того, чтобы отслеживать, чтобы это еще исполнялось, потому что зачастую мы это согласовываем, но потом эти компенсационные мероприятия мы не отслеживаем, выполнялись они или нет, несмотря на то, что даже комиссии созданы. От количества проектов согласованных до количества исполненных, ну, по разным оценкам, там, от 10 до 20% всего лишь. Поэтому в этой части, мне кажется, что методики эти надо будет еще, мы пересматриваем, и в НИРО как раз ваш институт этим и занимается, с тем, чтобы сделать новую методику этой оценки, потому что, ну, когда оценка идет не в денежные выражения, а оценка идет именно в массовом измерении, да, то, конечно, вот такие вопиющие факты, когда можно прийти в институт, либо компенсировать 2 тонны карася, либо прийти в тот же институт и компенсировать 2 тонны осетра. Разница в 15 раз, вот, по ряду объектов достигает. Ну, что это такое? Это решение на уровне, вот, я сегодня так решил, а завтра я так? Этого не должно быть. Должна быть понятная для него, либо, конечно, если это осетр, значит, это там 100 тонн, если это там карась, ну, не карась, там, другой какой-то, это 2000 тонн. То есть здесь должна быть действительно, значит, ну, очень тонкая настройка. Что касается именно непосредственно самого расчета, кто это должен делать, ну, во-первых, мы сейчас начали выборочные проверки проводить именно на местах, то, что не проходит через наш головной институт, через СУРЭН, мы начали проводить выборочные проверки, тех заключений, которые работы дают. Мы посмотрим просто на то, насколько они действительно сделаны там технически грамотно и соответствуют действительности. Ну, по поводу передачи институтов, здесь, конечно, вот сразу же я вам не скажу, надо подумать. Вопрос заключается даже в больше, знаете, с чем, а справитесь. Ну, вот мы сейчас решили передать на институты мониторинг, которые раньше делали рыбводы. Потому что, конечно, это, ну, не свойственная для рыбводов функция, осуществлять мониторинг. Мы вот сейчас постепенно приходим к тому, чтобы передать ее институтам. Вот у меня просто там количество проектов, оно достаточно большое. Смогут ли институты справиться с этой работой? Это тоже большой вопрос. У нас там есть жестко регламентированные сроки, по-моему, если я помню, то это месяц, значит, на разработку всей этой документации. Ну, точнее, на расчеты. Поэтому здесь надо внимательно подумать, хватит ли ресурсов. У меня такой вопрос. Вот в этом году вошли в силу новые правила рыболовства для северного рыбохозяйственного бассейна. И там есть такая норма, которая обязывает рыбодобытчиков отчитываться в термоправлении каждые пять суток. Ну, наверное, эта норма справедлива для морских добытчиков, но накладывают очень такие серьезные, скажем так, обязательства на пресноводников. То есть дает дополнительную работу органами по охране, в общем-то, бумажную работу, скажем так. Вот, как на ваш взгляд, насколько эта норма справедлива для внутренних водоемов, может быть, освободить можно было бы добытчиков пресноводников? С правилами для северного бассейна в этом году, ну, вообще, вот с новыми произошел некий, действительно, какой-то для меня не совсем пока понятный элемент. В эти правила много попало норм, которые никто не поддерживает. Вот как они туда попали? Ну, это потому что вот закостенелая система, то, о чем я говорил. Никто, как бы, правила мы читаем только после того, когда они приняли, размещены, ох, надо исполнять, блин. А там-то, оказывается, сами такого понаписали, блин, и удивляемся. Губернатор, что губернатор пришел? Ах, оказывается, на речке нельзя ловить. Только мы знаем, как правило, проходит. Но вот здесь, понимаете, у нас вот эта самая большая проблема, я вас тоже, кстати, призываю, ну, и на будущее. Надо читать документы в тот момент, когда они разрабатываются, а не потом, когда они уже разработаны. Мы прошли все научно-промысловые советы, значит, все посмотрели, все в них участвовали. Ну, видимо, посмотрели, посмотрели, потом прошло через большое количество управлений, значит, в Росраболосы. Потом еще прошло в Минсельхозе, значит, все все посмотрели, никто ничего не заметил. При этом закрыли там кучу рек, на которых традиционно осуществлялось любительское рыболосство. Вот такие проблемы возникли. Значит, поэтому мы сейчас собрали все замечания, которые именно в правилах для Северного бассейна, ну, так скажем, проскочили, значит, и будем вносить в них все изменения, в том числе и то, о чем вы говорите. Это действительно вот такая вот проблема. Они еще 60 дней висят же на сайте у нас. То есть у нас проблема, мы не можем оперативно внести в них изменения. Это вот та открытость, о которой мы заявляем, по сути, вывешивая на 60 дней такие вот правила. Мы все, на самом деле, большое количество законодательных актов, в зависимости от их степени регулирования, должны вывешивать и размещать на сайте regulation.gov.ru. Значит, а по сути 60 дней мы просто теряем. Никто их не смотрит, никто их не считает. И я думаю, что вот эта проблема, которую предстоит и в целом правительству решать, потому что смысла вот этого регулирования никакого нет. И оно, ну, по сути, да, для каких-то, может быть, актов играет роль, но поскольку и так уже много структур создано, и открытое правительство, и общественные палаты, и общественный совет при Росраболосе, мы столько должны кругов ада пройти, прежде чем эти правила опять изменить, значит, даже формально. Что, ну, действительно, иногда порой, вот я вам могу сказать, работа, хочется вроде, ты понимаешь, что это нужно сделать, это можно было бы сделать за неделю, со всеми согласовать, но ты должен просто по процедуре столько времени еще выполнить процедуру, что порой, вроде бы, вот понятное решение, оно может затянуться на 5 месяцев, на 6 месяцев. Еще вопросы? Или иссякли? Отпустите. Совесть есть? Отпустите, с новым министром знакомиться. Благодарим, Олег Васильевич. Спасибо.